всем привет с вами андрей паровар в этом выпуске я продолжаю рассказывать о нашей совместной истории сергеем горчаковым сегодня мы отправились в карельскую баня по черному где я раскрою некоторые тайны своего парения и не только ребята тебя называют тур что это значит задрагивали то время когда я в поисках себя как раз побывал как раз на празднике купала и вот начал копать в сторону в сторону русскости мне стало интересно да откуда как бы там почему у меня например греческое имя да вроде мы живем в россии у всех имена как бы не русские вот ну понятно связано с новой религии которая пришла эти имена уже в общем-то брусселе но в то время не было очень важным взять себе такое имя которое будет связывать с славянским миром и иметь русский корень я долго долго искал сейчас их просто на википедии набираешь да и смотришь какие есть а тогда какие-то имена слова находил искал значение этого имени и ну в то время меня как будто это имя но повело то есть это тур это была такая древняя порода быков россия таких таких сильных древняя порода быков но она не древняя она просто как бы выберла было вам до 18 века туры быки да и в общем что-то я как бы увидел параллели свои с вот этим вот туром и долго-долго копался и вот потихонечку так себя начал называть и это прилипло вот до того что меня даже мама называла тоже интересно чувствуешь ли ты себя счастливым человеком не сказал бы про себя что я возможно понял понял дзен даст что прям все это состояние когда я постоянно нахожусь в моменте круто каждый день прям яркий у меня тоже обычные как бы дней такие же какие-то сложные вот но что моя жизнь во много раз интереснее там той которая была до этого это сто процентов то есть меня нет такого что я там жду пятницы имеется ввиду как ждут большинство людей которые работают на нелюбимой работе чтобы отдохнуть как правило еще по этому делу каждый день что-то происходит у нас интересное и он мы приходим начинаем там с планерки антон еще несколько ключевых сотрудников что мы делаем сегодня кому пишем там письма какие записываем видео то есть наверное можно сказать что работает в мире гусли они намного счастливее тех людей которые как бы работают на нелюбимой работе чувствуешь ты себя лидером за которым идут люди однозначно да вот и во мне нету скажем так каких-то уникальных способностей я тут пытался поискать в себе таланты чем 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 я как бы талантлив да и так гусли у меня мастера уже потихонечку начинают делать лучше меня уже мне не сделать как делают мои мастера которые учились вот предпринимательстве я не супер какой-то бизнес на тоже там я тебе скажу то что мало кто из людей может вокруг себя собрать людей идея на вдохновить и направлять их в том числе на развитие себя своих семей там и так далее поэтому это тоже является большим талантом и большим умением наверно вот и вот что-то во мне наверное есть то что людям нравится то что отзывается простота искренность да и мы как бы чуть-чуть иногда вот в этом мире чуть-чуть проявляем какую-то упертость заходим то есть сейчас такое время что нужно немножко заявлять чуть-чуть кричать о себе в этом мире потому что ну элементарно да едем на по его на поезд на самолет и нас не пускают на вокзале говорит а все пять минут остался мне продам билет но если мы на этот поезд не сядем на москву это мы не опоздаем и раз и мы такие встаем и все все мы нет не успели мы не летим вот грубо говоря потом я такой нет а почему решили чтобы не управлять что не можете пробить может она все пробить да не я просто посмотрел по времени успеваете на нас за себя решила же меня решил что я не лечу надо это я просто живой случай рассказываю вот ну то не я летел вот но смысл в том что как бы мир как бы немножечко жесток и тебе приходится ну продавить какие-то дела ну даже скажем так ну нашу с тобой встречу вот это организовать был до которой мы договорились но все равно то есть в какой-то момент я мог раз расслабиться как не написать ты позабыть и все и не было бы вот этого крутого проекта вот то есть нужно здрасте а подскажите а где здесь роман у него бани чего по черному стоят на камнях да а бане по черному здесь вообще есть выделить а у вас по черному у меня тогда у вас на камнях 6 баня нет ну и нет уже на кирпича 80-х годах а раньше кирпича не было так конечно на камнях стояли а вы часто банит ходите нет неделю раз неделю раза а по каким дням а и мне я особо не не смотрю мне теперь уже мои годы уже теперь любой день затопил то есть вы дни не считаете какой сегодня понедельник теперь уже не считаю а сегодня день помните какой нет нет сегодня как же не помню суббота как же хорошо помните да ну кого там кто побольше да дети там до суббота мать всегда топят а я уж теперь когда затопил тогда и ладно ну ясно спасибо спасибо привет я уже прикеварил немножечко здорово андрей тосты роман мы сейчас встретили местного жителя который сказал то что в деревне очень у многих есть бани по черному да да и слава черного соседа по черный все вот у нас как деревне отряд стоит вот этих домов а ради черные здесь много бань по черному но уже много переделан может быть даже раньше по черным были а сделал по белому понятно просто не мало мест где остались чтобы прям вам но ломал им чтобы в одной деревне много бань такое крайне редко случается и у нас есть этот вот откуда мама родом вот там не в ту баню вас отвозить вас там вообще топ на берегу реки медведицы сваду коромысл в воду носишь прямо с речки прям вода другая косвенно заливаешь и все и прям с реки напаришься а там банька два с половиной на три метра черная напарился и бегом в речку бог летом здесь детский сад прям кипит здесь народ прям бегает здесь народу банк детей со всех все приезжают все на два месяца на месяц приезжать здесь месяца приезжает там с детьми здесь кипит вообще народу много очень будить остальным футбольное поле у нас тут там сделал что так здесь как бы интересно летом здесь вообще нравится вообще жизнь угасает или же нет где жизнь газа и газа и деревне угасает вот держится вот на людях которые вот здесь с живут и на них только держится но тут в основном все пенсионеры все уже пенсионеры или предпенсионеры ну дорабатывать на последнюю пятилетку все почти поголовно здесь нет ну ладно молодое поколение молодое поколение остается не планирует жить нет у нас есть группа для своих мы вот группы держимся группировка дружными ребятами нас человек 40 ребята с мурманск ребята с москвы ребята с питера приезжают с твери ну со всех территорий мы кучку здесь собираемся станет там видимся костры ночами жгену сидим выпиваем там и шашлыки жарим и так как компания держит другую помогаем вот но и у нас как бы на будущее вот у нашего молодого поколения наши копашки 30 человек нас будущее есть как бы мы думаем о деревне остаться что-то где-то что-то заработать да и деревне а почему хочется вернуться деревне а потому что я каждую неделю ещем деревню я не могу в городе находиться это все для меня ну тем более для мужика мужик должен что-то делать но они в сидеть смотреть телевизор в четырех стенах в интернете сидеть на это бред здесь дома по домам домашних делов куда не сунься везде дела но как не бросить вот сюда тянет просто и та же самая баня на я не могу я себя чувствую себя баня ходил я чувствую грязными себя две недели остался в городе у меня сразу и настроение не то и и чате этот какой какой-то приболевший какой-то себя чувствую ну и поэтому берет каждого выходные субботу в баню сходить а ты хочешь в общественном бане нет только свое сида только свое зачем не ваш амбела нет у меня и в белую я хожу у меня ну как бы у меня вот соседей у него везде баня гоночи ли это у него под тверь это же есть у брата мы-то белую ходу и белую ходим вещь кого-то у всех а ну есть интерес есть ходит не проблема то есть ходить на просто меня но и матушка здесь живет как бы мать навестить и все злые зачастую на мать здесь родилась мать родилась здесь вообще как будто тут ну вот эту улицу называется молодежная и тут эти дома построены колхозом колхозом и со всех со всех деревень молодые семьи вот они вот эти дома заселили это деревня принципе молодая то есть лет не старая деревня молодая деревья хотя жала сами саленские сайдни не советский старый вот эта улица вот та улица старая улица это новая улица дом кусочек улице был вот там маленький деревенька была потом вот здесь как бы райцентр как сделали вот сюда обустроили в туристу построить как бы отсюда еще начинал началось и продолжается вот так а мать вернулась а мать родилась с лихославского районе димбор рядом с толмачами короче вот там ну там еще корейский медвежий угол здесь живут новокарелы в толмачах живут старокарелы то есть как здесь карел оказались из истории как я смотрел как читал по-разному читали карелы было два нашествия карел первое нашествия карел это был при иване грозном чума была россия откуда бани появились русские чё-то говорят с русским моют эти молятся типа не не сказать что у карелы привели именно северные вот карелы привезли бани бани вот помывку повезли сюда на территорию потому что вот на этих всех территориях москве у нас к тверской области вот этот привали грозным очень много мора было от чумы есть захоронения ну кто-то старые люди знают я примерно даже знаю ну по слухам по где к люди хоронили дома стояли пустые дома стояли и карелы спустились вот первые старые карелы они спустили с севера на пустые пустующие территории это вот первый заход а второй заход карел был при петре первого полта это со шведами война шведы начали наступать с кандидатского полуострова вот из-за вот этих всех терок и все как будто этих проблем а он они спустились вниз а ты сам тоже получаешь скорее да но во мне 25 процентов русского есть нет слова привет здорово там есть тервите тервите теле и этот тервите это здоровье то есть ты захочешь говоришь тервите или здоровья здоровья вам здоровья но нет такого привет там салют там нет такого слова а штулю пиллями тиме что значит пойдем в баню мы пойдем бани бани топить примерно 300 килограмм 300 килограмм здесь камней камни собраны лично вот этого поля картошку сажали много 100 на 50 футбольное поле там сажали вот и после баронок выбирается серый гранит то есть ходишь собираешь и серый гранит короче именно серый гранит он обычно отличается когда пашня сохнет он отличается его разом потер и вот тут зачастую серый гранит везде вот с поля именно отсюда забравшую да классическая баня на классе ирбан классическая по черному баня вот все так зависит все по-разному там кто как делает полки полки к сожалению от полки чего проблем полка вот этой бане три года три года вот эти вот доски но есть конечно материал здесь вот эти доски со старой школы сняты они перевернуты и там за покрашен вниз покрашен вот они еще держатся три-четыре года они еще держатся а если взять материал с пилорам и положить полы три года все они чернеют и напил наполняются и не строгое осину положить бесполезно это будет будет она впитывать все лаги внизу земля внизу земля я просто кирпичок проложил потому что кроты там все лазию чтобы это не поднимал наверх так кирпичком проложил чтобы не поднимали шлюет быстрее вот еще здесь там плит вы уже атаку так она есть ничего нового здесь просто не продолжается вода ну не продолжается можно по полок сделать я думал полок и менять это же полок сделан там из подручных материалов что есть и там с отцом сколотили царство небесное он сколотили все сделали ну паримся и у меня ребят сюда приезжают ноги все знают пришел есть черный барюк рак роман спорта ехали дополен а по какому принципу выбирали место для колодца по старинке водили несколько человек прикидывали но одной точке указала но еще немаловажно чтобы общественно он был размышляли чтобы было общественно потому что здесь водопровод то есть у меня и дома вода есть как бы стирал когда автомат работает но проблемы есть все эти все старые коммуникации старые никто не особо не выделяет его своими силами вот эту водонапорную башню свое время заморозили и мужики топорами вот там дыску пробивали вот залу почистил сразу полчаса быстрей барь быстрее получится прогорает и огонь дружней дружнее огонь следовательно камни лучше прогревают слушаю это получается то что ты после последней топки не вынимал вообще угли я не вынимаю угли а ты угли нет никогда не вынимаем угли дело в чем а смотри особенно зимний период вот в этой всей заливочи большая температура сохранена лучше настоять баню то есть сейчас ну принципе я сейчас в процессе в топке я покажу чудо как то есть ты топишь топишь затопил пришел хорошо надо мешать угли помешал хорошо смотришь на дым он не на дыма на огонь на огонь если огонь красный то тогда баню нельзя закрывать если огонь синевой наступает и маленькие языки пламя остаются все больно закрываем и минут на 40 уходим просто оставляем баню потом приходим смотрим открываем открываем смотрим даем пару поток воздуха идет смотрим если нет огонь к значит идем баню ну все то есть без проблем главное чтоб но не было можно я и в угли хожу я не боюсь я хожу и в угли когда народ много человек 89 семья приедет все толпой соберемся я и краю красный угли хожу я не боюсь то есть а так ну бишь ну то есть ни разу не угорал плохо не становилось по дровам тоже есть и нюанс осина не дает тепла и крупные дрова не берешь я почему не убираю ольхой топлю основном топишь ольхой в мороз в мороз делаешь ну и можно там березку чисто березами нельзя топить ни в коем случае сто процентов нельзя черную баню топить она закоптится вообще закоптится заставиться и можно вот этот гарь поймать гарь может березы вообще смело поймать потому что у него температура горения другая и остатки это то вот ольха сама как корелька королевская поэтому берем ольху и кругляки тоже не топится потому что кругляки не горят нормально по сегодняшнему дню я считаю что ну с 25 штучек надо стопить у меня я топлю мой кара с мамой моемся да вдвойну как бы мой по отдельности да мы топим примерно я топлю 16 штучек а тут еще какая зависит ситуация чем больше топишь тем теплее в бане штук стопил в они хорошо я не хватает попариться но полы холодно меня мужики взрослые за эту печку отругали кстати был целый и целый спор они сказали что надо было на два ряда на 2 ряд кирпичей короче сложите короче даже ну ниже до до чего из ну ничего было сказано языки пламени такие горячие как вот именно прогревается когда огонь середина огня то есть будет камни греть но я с этим поспорю а мы все на химии проходили что наоборот самое верхнее пламя она сама еще что что тут еще какая штука там же под камнями железки и когда языки пламя это железки но греют да вот эти все железки они со временем осыпаются то есть камни могут провалиться вниз вот поэтому нужно чтобы не не пламя огня касалось бы железок а касалось середина огня ну для этого я принципе мужиком говорю на смысл я говорю просто выше этот ноги соберу выше и все и так же будет удобнее есть костер звездный есть ноги есть еще ну как бы так называю еще тоже немаловажно ты правильно сложить эту штуку делала когда плотно все и сложно на подбор дрова чтобы они дружно разгорелись чтобы ну все пламя расходилась по печи а сколько ты закладываешь и здравий тарина что здесь так не поменьше чтобы в топку лезет а даже так конечно только вот это складываешь и потом в главное вовремя добавить главное вовремя добавить дрова чтобы они дружно дружно догорели просто если в момент подбавки дров про ну прозевать будет дымно и тепло лишнее уйдет то есть а этого нам не надо вот девчонки у меня сестры они хоть и старше меня одна на 8 другая на 13 лет а мудрые отправишь баню топить спичку чиркнула убежала и все приходишь баню дым идет 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 приходишь а дрова дрова отлеют дым идет да ну проконтролировал посмотрел разгорелась пошло дело все и можно уходить и дверь нараспашку открыты потом нужно будет смотреть вы показывать как чего почему я говорила что пятница мужской день а суббота это женский потому что ну семьи большие были мужики мылись пятницу мужики намоются пять и в субботу уже топили теплую баню и во первых топить меньше и во вторых ну чтобы разделить семью чтобы ну женщина у них как они женщина отдельно дети отдельно мылись а мужики мылись по пятницам а женщины по субботу чтобы можно было им степо стирать много же стирали и у меня мама до сих пор я ее ругаю она все равно идет баню стирает и отец также вот был приучен взять там те же самые трусы и носки и почему-то в бане вот постирать вот-вот поковыряться стиральная машина стоит уже десять лет и все равно они этим занимались да так ну все вроде пошло разгорелась можно уходить потому что нам делаем сейчас заниматься дальше да эту дверь ты закрываешь чтобы прямотока не было он сейчас пойдет через верх дым к верху будет подниматься а когда эта дверь открыт ну чем больше воздуха куда поступать и быстрее дрова горят вот тут получается я вот сейчас протопил вещь дым ушел дым вот получается уже вот уходит вот здесь уже все прогрелось и дымоход сейчас уже но боя прогрелся два ход уже прямой поэтому сейчас дрова подкидываем и дверь прикрываем наполовину в половинку кладем вот сюда вот так и вот так пускай топится самое главное то что ты очень знаешь много секретов по бане во первых ты их я так понимаю перенял от кого-то старшего что-то до и что-то свое уже создавки уже не 15 лет уже 30 все таки уже но я не скажу то что мы с моим большим багажом опытом на просмотре на в бане сколько там я бани пропарился я например не был ни в одной бане по черному где бы не вынимали угли все ты например для меня там сегодня открыл что-то новое что я когда рассказываю про бани по черному я говорю то что обязательно выгребайте угли и там не просто выгребайте угли соответственно там еще и венечка какие-нибудь там соответственно на почистить чтобы там ни одного уголечка не осталось когда особенно если так особенность это ольха да здесь ключ ключ и ключ и момент от ольха на выгребая угли ты теряешь полчаса бани на понятно то есть у тебя на хвосте конце бани выгреба быстрее полчаса она быстрее остынет а эти полчаса полчаса может кто-то помыться на есть есть красный огонек баню нельзя закрывать и надо дверью тоже надо руководить дверь как заслонка тоже вот я пришел дверь открыл поток воздуха пошел вашему свежий смотришь по углям а красного главное не было синяки ничего страшного кое-где синенький огонек просветленного проявляется нормально и все и в этот момент можно закрыть потому что 30-40 минут на бане настоять а если угли выдирать ее можно не наставил выпустил выдрал и пошел баню лучше по настоял мы протопили протопили вот то есть я дверь пришел дверь открыл и смотрим на угли смотрим на огонь то есть но я хочу пчерга у меня есть я уже помешал до этого посмотрели нету главное чтобы не было красного огня синенький огонь вот вот синенький она видишь это нормально потому что мы сейчас ее на 30-40 минут оставим я парку я дам выпущу угар марму даю парку даю и все мы ее закрываем и 30-40 минут пока вот эти угли ну в пепел не превратятся пока не затухнут но я друзья не рекомендую оставлять угли в печи на следующий день у сергея очень болела голова видимо он все-таки угорел пока она нагрел дьем на проливая угар угар чтобы убрать полки полки обычно как мы проливаешь и волоса у была именно баня она влажность чтобы поправить ну и полки заодно это право пепла промыть да и закрываем все закрываем выключаем и через 30-40 минут идем в баню а вот уже музей корейской лесбы кто у вас здесь это всем этим заеду вот женщины свое время собирали потихонечку это все осталось вот вот заведуем поэтому я не хочу это терять поэтому я друг друга пригласил чтобы он поработал бы здесь директор если мы не будем чего работать здесь клуб закроют и все это все разберут зачем нету поэтому я стараюсь постарался подтянуть кого сейчас одного откажется другой кого-то другого пригласим ну хочется чтобы это было оставалось здесь и и клуб не закрылся к сожалению клуб уже старый очень старт а вот это тканский станок и вот полвяки вот мы ходим отказать корейский полвяки вот тканский станок конструкция вся сохранивши смогли там сохранить вот сохранили утра раньше кстати вот люлька висит дом есть старые дома заходить около печки около печки потолке сделано кольцо и никто не знаю кольцо и кольцо сейчас нет это нету ну в дал мне здесь и не найдешь у тебя не дать меня нету да но у меня новый дом в относительно нового а вот тут было было кольцо и на в бабушке в доме есть кольцо ну люльку вешал пойдем венечки запарим венечки не запариваем обычно хотя на целая история по этому поводу было это почему это да мы короче ну и как обычно перед баней я запарил венички мы бы назвал друзей мы начали париться и говорит ты за этот перепарил веники вот я говорю ну вообще говорю всегда так делаешь до 15 15 минут запарила и как бы и и пошел с ребятами возник разговор не спора разговор как все-таки лучше и под итог какой если ты хочешь попариться не в жаре я просто но так чисто не то что нагреться погреться да тогда запариваешь такие чтоб шлёп 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 делали а если ты хочешь париться прям ну так ну прям похлестать себя то тогда не надо запаривать его прямо пришел положил его в таз чтобы он в горячую воду чтоб он намок и вот именно сухим более сухим веником он более хлесткий но и более ему такого как удар вот чувствуешь удар вот это вообще желчок в воде не запаривай веники это паром размачиваешь да сейчас покажу и у нас веник вообще будет легкий он будет пушистый и ты каким хочешь хочешь как погреться хочешь ударный он у тебя и не развалится с ничего не будет он будет ароматный и самое главное вот те вещества которые остаются в воде вода становится рыжим этому получается извини к весь этот компот и вымывает если есть еще одна штука вот березовый веник женщина всегда запаришь веники просит оставить до то с водой на к не голову помыть конечно это отдельная история вот это отдельная история часа покажу каким способом самым элементарнейшим и простым можешь запарить веник очень быстро и при этом чтобы он был ряда как вот прям как свежий как будто что его прям сорвал русскую банку топишь и топишь у тебя ты бегаешь бегаешь по фигу а тут вот набегаешь выпустишь пар лишний что следующему не достанется а можно великой себя можно больше наберем делаем раз делаем два делаем раз делаем два открываем пакетик стряхнула не сильно чтобы она осталась 10-15 минут даже уже через пять минут они уже будут готовы к применению о пришел 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 а хороший кусачий хороший хороший слушай а кстати вот по поводу девок в бане но деревне вообще как бы был такая тема что мы мужики с бабами ходят на семейный пара ходили по молодости ходили конечно и по молодости ходили пара это не немаловажно жили большими семьями дети бабки и детки где сексом заниматься на бани на активно нет а я имею ввиду а если вот так молодежь допустим раз пошли вместе дискотека прошла девчонку словил куда идти не но это и не река я имею да если без секса если право парились ну паришь конечно так по-дружески вряд ли ты ни у кого не уговоришь что по-дружески есть отчаянные и отчаянные я так редкие случаи что ты сейчас не говорят сто лет назад еще парились имеется душ ли и не паре истам кружом не галышом то есть в общем мы отпарились первый пар был очень было круто мы погрелись нагрелись только ровно ковшич надо еще не парились мы просто погрелись попробовали порог какую по своему качеству вот какие у нас чувства вызывает порог такой хороший мягкий карельский корейский порочек корейский порочек поэтому сейчас по немножко остынем подышим свежим воздухом и уже будем заходить на первый прогрев ну что залезай не первое чего я начинаю из уважения гостю это я начинаю омывание ножек и плюс конечно мы познакомим тело человека с собой со своими руками чтобы он был в максимальном доверии к мастеру парильщику и конечно омывая ножки очищаем все принесенное плохое с собой в баню смыла им нам это здесь не нужно и поднимаем на ложку отлично ну вот да у мамы мы просто его ну пакет не складываем именно вот этого и мы добиваемся именно вот такого состояния ведь самое оптимальное нам много пара не надо здесь у нас принципе так тепло поэтому мы делаем мягкий равномерный медленный прогрев и вот такие движениями чувствуется тепло то есть мы ничего не поддали а жар есть знакомим тело показываем человеку то что он в безопасности комфорта сейчас я покажу метод диагностики веником секретный метод но наступило на это время я не рассказал итак берем веник обратным хватом прикладываем к спине левую руку кладем на веник и начинаем протаскивать в чем заключается суть диагностики если у нас где-то денег начинает застревать это место нам надо больше прогреть здесь у сергея все прекрасно просто а вот ножки смотри чувствуешь пусть уж не идет вообще во смотри вообще не идет прилив и если диагностировать березкой тогда березовые листики не там прямо остаются и отрываются что вам показала диагностика то что нам необходимо больше парить ножки чем спинку то есть там крови меньше соответственно будем делать основной упор это на низ меньше прохладно на голову поставить прикрываем ушка вот и все чек у нас дышит сейчас для того чтобы сохранить свое здоровье и менее было тяжело я на две минутки выйду и было правильно для меня важнейшим моментом это мое самочувствие является и в принципе мое самочувствие оно значительно важнее чем его почему это как самолете сначала маску на себя потом на ребенка если я буду умотанный если я буду думать как бы мне из этой бани сбежать естественно никакой внимание ласки и заботы я ему не дам вот поэтому максимально комфортная среда для парильщика то есть чувствую что что тяжеловато вышел отдохнул пришел поработал с прохладной водичкой его немножечко остудил и прогреваем продолжаем прогрев то есть он сейчас нас лежит и томится мы же вообще пару не поддаем нам тем что нам то та температура которая нас есть то тепло который нас есть нам вполне достаточно для того чтобы ее час хорошо хорошо прогреть сейчас я ему допарю верхнюю часть ног бедра спинку выведем его подышать в идеале конечно в такие моменты лучше полежать то есть не сидеть а иметь какое-то место где можно человеку полежать ну в идеале сеновал конечно или качели он у нас минуточек там 10 отдохнет не больше но он не будет у нас остывать ему уже зайдем на дальнейший прогрев таким образом у нас будет один долгий заход там с двумя тремя выходами примерно там на 7 10 минут вот все то есть я подышал остудился и помним о нашем гости возвращаемся обратно прохладный летний дождик приятный деревенский летний дождик вечерний прохладный корейский не обязательный и не обязательный я против того чтобы люди поднимали ноги я не очень понимаю чем отличается ноги здесь от ноги здесь если удобство есть париться я конечно парю здесь если человек длинный просто бывают люди под вами это даже просто там вот приходит это ну надо поднять ножки на их поднимать что-то не может так лишь только смести и сдвинуть и долгий раз виду чтобы а человечество права и что сейчас я испытываю внутри братишка мой ко мне приехал ли я к нему приехал не виделись мы с ним 39 годков мы с ним не виделись вот как расстались тогда так и не виделись какие к нему чувства испытываю конечно же любви что я ему хочу дать ламку ласку и заботу поэтому и паре с такими же чувствуешь братишка голову на ложе ставим опускаем вниз хорошо родненький ты мой братишка ты мой родненький вот он братишка здравствуй братишка почему я говорю то что в парной обязательно должна быть канализация то есть я запарение выливаю до 100 литров воды это все очень приятно все я вижу что у него более-менее стабилизировано дыхание то есть дышит как в бане но дыхание стабилизировано вот поэтому я вижу то что щеком все в порядке можно продолжать прогрев и всегда в парной наблюдаем за состоянием рук если вдруг он у него руки напряжены за состоянием лица если он напряжен то значит мы что-то делаем не так спина может быть напряжена и голову . освежим и снимаем все боли печали хвори заботы все несчастья уроки призоры на дороге я воры чуть-чуть поддадим чтобы у него возникло желание выйти прям капелечку-капелечку есть порог или не очень важно равномерно не торопимся нам сейчас важно стабилизировать давление потолок сейчас желательно конечно нам с тобой сидеть пить чаек то есть восполнять потраченную влагу потому что очень много вышло давайте водится такая вода что тут можно и ковшик выпить есть правильно заряженная вода а есть тяжелая вода и правильно заряженная вода она у тебя просто вливается куда-то и ты ее не чувствуешь а и знаешь вода ты пьешь я с глотков сделал она тебе как ты не лезет никуда да поэтому вот сейчас мы такой вот прошли с вами обряд морской брата не на окошко в баньке без паралей без масок без всего поэтому уже можно называть друг друга браты ночью я пошел ну все карли конечно же я сейчас не раскрываю всех секретов пара от паровара для тех кто хочет получить абсолютно все приезжайте ко мне на семинар я вам взять на об этом расскажу и покажу бесценные знания которые я собрал за несколько лет помимо скраба соль у нас еще и несет и очистительный эффект она на себя забирает часть того что у нас выходит из кожи из нашего тела сейчас можно выйти немножечко постоять на улице подышать свежим воздухом вот так вот потихонечку каждый из нас и несет какую-то лету вот он дух русский наш ни с чем он не сравнимый суши вообще так меня конечно никто не прав не парил было аж три парильщика сегодня сначала расслабили потом хорошенько отпарили натерли снегом вот ощущение действительно такого какого-то некого некой инициации перерождение да то есть как будто об я и говорил да вот как как будто как будто ну вот как бывает переходный возраст прошел вот и себя почувствовал взрослым а здесь вот каком-то в плане какого-то ощущения себя нового такой легкости находишься в моменте и ощущаешь себя немножко даже бессмертным вот этот момент приближены немножко не то чтобы галлюцинациям но к таким как такой ненапряженном ненапряженном легком-легком сознании и неактивной неактивной работе мозга вот просто прекрасно вот так печеночек погреем животик хорошо 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 а сейчас набираем полные легкие воздуха и со мною на раз два три кричим уруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруру С легким паром, добрым молодец. Теперь как ледяной град пойдем. У любой бани есть свой дух. Здесь парилось много людей. Здесь это место в любом случае сакральное. Здесь люди намолены. Они намолены, очищаются, омываются. Поэтому оно уже волшебное. Поэтому любые процедуры, которые мы здесь проводим с тобой, особенно если они с какими-то образами, на которые мы пользуемся, оно, естественно, имеет какое-то влияние. Ну и плюс у нас здесь с тобой огонь, вода, пар, воздух, земля, камень. Лежим мы на соломе. И земля у нас здесь есть прямо под тобой. Поэтому, конечно, здесь чудеса происходят. Светлых. Происходят чудеса, естественно. А ощущения после бани, после процедур, после разговора душевного? И уже такое ощущение, что как бы у вас тут есть. Есть уже даже прошлый какой-то, как сказать, связь. Связь, да? Да, была. И она уже дальше пойдет в будущее. Неважно, сколько там мы видимся, сколько. Остается, оно уже как бы остается навсегда. Сто процентов. Так есть. Да. То есть помимо телесных ощущений, да, это еще и перемены внутренние. Внутренние ощущения себя, внутренние ощущения. Новый уровень связей с людьми, с которыми помылся. И уже с такими, с теми, с кеми здесь находишься, уже готов пойти в случае чего и на войну. И будешь их знать, что они тебя за тебя, они тебя поддержат. Они за тебя. Так и есть. То есть баня, она очень сближает ее. Сближает, объединяет, конечно. Поэтому я рекомендую, чтобы это была не просто какая-то мужская традиция ходить в баню, а чтобы это была именно семейная традиция. Ну правильно. Именно поэтому вот у меня баня, называется Андрейский баня, семейный спа-клуб, то есть семейный. Чтобы туда люди приходили с детьми, с женами, с мужьями. И это также совместное испытание каких-то таких прекрасных чувств. Оно очень сближает и объединяет. Ну и плюс, когда, например, мужчина моет свою жену, моет, парит своих детишек. Это же тоже такой защитно-сакральный смысл всего этого дела имеет. Женщина, например, моет своих ребятишек, одевает на них чистую рубашку, как новая жизнь каждый раз. То есть все она старая, отмершая и жившая из себя, соответственно, брала, очистила. Раз в неделю, соответственно, новую рубашку чистую одела. И вот как новую жизнь с, скажем так, обережно-сакральным смыслом уже начинается новый день и новая жизнь, новый путь. Поэтому я и занимаюсь баней. Здесь смыслов столько в ней, что счесть не перечесть. Ну что, Ром, мы тебя на душе благодарим. Спасибо. Вот, потому что на самом деле очень здорово, очень душевно. Вот все по-настоящему. Это прям, ну, дорогого, скажем так, стоит. Я думаю, что наши зрители, они смогут прочувствовать это все через экран. Я думаю, что мы смотивируем кого-то, даже если мы одного человека смотивируем, из тех десятков тысяч людей, которые все это дело, сотен, может быть, посмотрят. Я считаю, что это будет очень здорово. Поэтому большое дело сделали, отсняли. Материал очень качественный, хороший, поэтому прямо души. Вот такая вот вышла история, друзья. Если вам понравилось видео, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии под этим выпуском. И, конечно, подписывайтесь на мой канал, ВКонтакте и Телеграм-канал. И вы точно узнаете все секреты пара от Паровара. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok